Сложно сейчас что-то говорить, потому что, думаю, все-таки, если брать в общем по содержанию игры нашей команды, то она, наверное, одна из лучших игр. Но у нас одна большая проблема, ничего не можем пока с этим сделать, игра в бароне. Любой прострел, потенциально у нас залетают мячи. Работали над этим, говорим об этом, но пока сдвигов больших нет. Вопрос есть? Владимир Евгеньевич, при вас у факела пять игр, одна победа и четыре крупных поражения. Как вы считаете, с чем это связано? В чем причина таких крупных поражений? Наверное, где-то, скорее всего, психологический момент. Команда борется-борется до первого гола, потом пропускает первый и, как правило, сразу же залетает второй. И до конца игры доигрывать, видимо, пока не получается. Ребята опускают руки. Хотя об этом говорим, что ничего страшного, давайте продолжайте играть. Сегодня после второго гола тоже могли четвертый получить, кстати. Владимир Евгеньевич, вот в начале второго тайма у вас был шикарный момент у вашей команды. Там ваш игрок бил по воротам и вратарь вот в Балтике спас от гола. Если допустить, что гол был забит, могла ли команда завершить положительную эту встречу? Вот на ваш взгляд. Ну, если вы помните, то в первом тайме тоже было два хороших момента при счете 0-0. И если бы мы их забили, я думаю, что игра пошла бы по-другому. Но, к сожалению, мы не можем забить. А моменты были, я же еще раз говорю, и по содержанию, и... Я не думаю, что мы сегодня наиграли на 0-3. Поэтому, я еще раз говорю, сегодня мне понравилось, как команда играла. Но опять прострел-гол, прострел-гол. И очень сложно. Были моменты у нас, и два момента хороших. Но если брать длинный удар, да, дальний удар Мастернова, то и три момента. Попади он. Но мы не попадаем, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok